Господь велик, аминь! У людей меняются ценности. Меняются ценности. Когда ты общаешься, когда ты имеешь общение с людьми, ты видишь то, о чем они думают, как они мыслят. Вы знаете, я понял для себя такую вещь, что есть величайшая привилегия, про которую многие из нас начинают забывать почему-то. Но есть величайшая привилегия быть в Доме Божьем. Это величайшая привилегия, дорогие мои. Мы сейчас можем помахать головой, может быть, даже сказать аминь. Драгоценный – это величайший дар. Быть в Доме Божьем – это величайший дар. Нет ничего величественнее этого. Потому что, знаете, если вы будете читать Ветхий Завет, вы поймете, что не один. Мы смотрим на Давида, мы говорим, вау, муж Божий, муж по сердцу Божьему. Но даже Давид, он мог только мечтать об этом, слышите? Только мечтать. Только мечтать мог, у него не было возможности. Он не мог зайти туда, в Святое Святых. Вы знаете, что в Святое Святых один раз в год, один человек – все. Сегодня каждый из нас имеет эту возможность каждый день. Мы каждый день можем прибегать в Дом Божий. Мы каждый день можем быть здесь. Каждый день – молитва, поклонение, слово. Но как часто мы не ценим этого. Вы знаете, сегодня я по обыкновению стал готовиться и стал читать местописание, из которого я собирался проповедовать, о поклонении, как о стиле жизни. Я начал читать Иоанна, четвертую главу. Я начал ее читать немножко раньше, весь диалог с Иисусом Самарянки. Вы знаете, меня зацепила одна фраза, и я просто не мог дальше двигаться никак. Я вот на ней завис и все. Десятый стих. Я бы хотел, чтобы мы прочитали это вместе с вами. Иисус сказал ей в ответ, «О, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе?» Родные мои, вы знаете, я просто вот сел, и я сидел и размышлял, «Господи, насколько мы понимаем дар Божий для нас?» Насколько мы понимаем дар Божий для нас? И кто говорит нам? Кто говорит к нам в нашу жизнь? Осознаем ли мы? Великая привилегия быть в Доме Божьем. Вообще нет лучшего места для человека, чем церковь. Такое место не придумано. Нет лучшего места. Ой, если бы ты знала дар Божий, если бы мы понимали и осознавали, каждый из нас, что Иисус, Он заранее ей говорит, подслушайте, если бы ты знала Божий дар, и кто с тобой говорит? Кто говорит тебе сейчас? Если бы мы понимали всю глубину этого дара, вы знаете, я стал размышлять, я молюсь, я размышляю, и вы знаете, я о чем подумал? Если бы сегодня, в этот день, сегодня, сейчас, все бы мы, члены церкви и другие люди, мы бы знали на сто процентов, что Иисус, по-настоящему, живой Иисус, будет стоять на этой сцене и говорить, настоящий Иисус, воплоти. И я вдруг подумал, сколько бы было сегодня здесь людей. Я понимаю, что наша жизнь, она как жизнь. У нас много всего, много разных нужд, у всех. Но вы знаете, я понял такую вещь, что что-то происходит с нашими ценностями, и что-то с ними не так. Я говорю сейчас не для кого-то, я говорю сейчас для себя, послушайте. Я о себе говорю, я приезжаю, я понимаю, что у меня было там шесть служений, мы приехали, прилетели там с Питера, и мы уставшие. И я сижу и думаю, идим ли в четверг на служение или нет? Господи, если бы мы знали дар Божий, и кто говорит к нам? Если бы мы осознавали, если бы мы понимали, что не просто какой-то человек здесь будет проповедовать Слово Божье, и Иисус хочет говорить в каждую жизнь, в каждое сердце сегодня. Он говорит, вот я, я дал вам дар быть в Доме Божьем. Это великая привилегия. Я бы просто задался бы вопросом, может быть, вы смотрите нас в онлайн, или вы здесь. Послушайте, сколько бы людей сегодня было здесь, если бы Иисус воплоти стоял тут. И я вдруг понял, что все какие-то, мне надо отдохнуть, мне надо провести время с семьей, у меня посменно. Я знаю, я знаю, дорогие мои, мы все трудимся, у каждого свой труд. Нам нужно как-то жить, двигаться. Но, драгоценные мои, если бы мы знали, что Иисус сегодня здесь, неважно, сегодня, вчера, на молитве в понедельник, неважно, если бы мы знали, что Иисус воплоти здесь, ты бы не остался сидеть дома. Я убежден в этом. Ты бы бежал сюда, бежал бы в это место, понимая, что Иисус, ты мне нужен. Я хочу услышать твое послание, что бы ты говорил в мою жизнь. Я думаю, что у нас бы все наши мысли о том, что у нас, нам надо отдохнуть, еще что-то сделать, мне надо приготовить, кушать, или еще какие-то вещи, вдруг бы ушли на второй план. А почему? Потому что есть первостепенные вещи, которые важнее всего, всего, Иисус говорит, если бы ты знала дар Божий, если бы ты просто вот сейчас получила это откровение, бум, и ты увидела тот дар, который Бог даровал через мое пришествие, и если бы ты знала, кто говорит тебе, послушайте, мы бы бежали сюда. А Иисус говорит, я вчера, сегодня, во веки тот же. Иисус говорит, все я с вами до скончания веков. Иисус говорит, там, где двое или трое, я здесь, я с вами. и знаете, не важно, кто здесь стоит, не важно, кто говорит слово, не важно, потому что в этот самый момент, если ты ожидаешь от Бога, Иисус хочет говорить в твою жизнь, Иисус хочет говорить в твою жизнь, Он говорит, если бы ты только знала, и дальше интересно, если бы ты только знала дар Божий, и кто говорит тебе? Меня так сильно это касается, я не могу это передать словами. Я представляю себя, если бы я просто, вот нам надо обновить свое мышление снова. Я помню, как все начиналось в моей жизни. Я помню, драгоценный, я помню, как было 30 лет назад. Я помню. У нас как было? Молитва, я! Среду служения, я! Во вторник ячейка, я! В этой ячейке, я тоже хочу идти. Здесь общение, репетиция прослала, я! Я хочу быть там! И я помню. Вы знаете, все тоже было непросто. Я вспоминаю, у меня был маленький ребенок, я работал на стройке, знаете, там небогатая такая стройка, у них бетономешалок не было. мы ручками бетон мешали вот так вот. И этим я занимался, я больше ничего делать не мог, я же музыкант, я мог только бетон мешать. Потом вот с такими пальцами, уставший, еле живой. Но я помню, как я бежал в церковь на репетицию, аллилуйя, аллилуйя. Как я прибегал и смотрел, и думаю, ой, у нас нету клавишника, надо заниматься. Я по профессии барабанщик, вокалист, я сажусь за клавишу, я начинаю заниматься этими деревянными, вот этими пальцами. И думаю, как же мы жили, мы же по-другому как-то жили даже. Ну, я просто не хочу, чтобы вы себя обманывали или как-то, и может быть у вас как-то по-другому было. Я говорю за себя. Это было вообще все по-другому. Я каждый день был в церкви. Каждый день. Да, у меня была семья, да, я работал, да, надо было делать кучу всего. Вы знаете, когда епископ Эдуард Анатольевич проповедовал на последнем пастерском, я просто не был в воскресенье, мы были в Тюмени на служении, я не слышал его проповедь. Но когда он проповедовал о первоапостольской церкви, о первой церкви, я настолько вдохновился, я начал смотреть. И вы знаете, чем больше я смотрю на первоапостольскую церковь, тем больше я понимаю, что мне надо что-то менять. Ну, честно. Ну, вот прям откровенно я говорю, как есть. Я понимаю, что со мной что-то не так. Что надо что-то менять. Своё посвящение надо менять. Свой подход надо менять. Свои молитвы надо менять. Поклонение надо менять. Всё. И вы знаете, я вот размышлял над одним местом Писания, ищу Деяния, вторая глава. Вы знаете, что говорит Писание? Они по обыкновению были единодушно, что? Вместе. Единодушно вместе. Они что, знали, что именно в этот день придёт Дух Святой? Нет? Они собирались вместе каждый день. Каждый день они искали, искали Бога, они молились, они молились, молились, молились. Драгоценные мои, если бы мы знали дар Божий, и кто говорит нам? Если бы мы знали этот дар, поверьте, если бы мы, чтобы это просто вот заново отпечаталось в наших сердцах, в наших мозгах, везде, в нашей душе, в духе, в теле, молитвы бы поменялись, поверьте, бы поменялись, поклонение бы поменялось, если бы мы понимали, кому мы поклоняемся, кому мы молимся. Когда мы выходим, мы не поём песни просто, я для себя зарёкся, я вообще песни петь не хочу, не хочу вообще, я хочу поклоняться. Драгоценные мои, если бы мы знали дар Божий, изменилось бы всё. И я прочитаю дальше. И дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты бы сама просила у него, и он дал бы тебе воду живую. Она спорит с ним, я не читаю все стихи, она спорит с ним, Иисус ей говорит, всякий пьющий воду, сию возжаждет опять. Это с 13 стиха, 13 стих. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. И самое важное, но вода, которую я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечно. Драгоценные мои, если бы мы знали, ну поверьте бы, всё менялось бы. Менялось бы всё. Если бы наши сердца понимали, осознавали, что здесь, сегодня, Иисус, я не знаю, почему вот этот взгляд, он так замыливается. Может быть, человеку это свойственно, но он замыливается, к сожалению. И вдруг ты думаешь, что, ну ладно, вы знаете, я встречал очень много таких людей, вы не такие, я про других сейчас говорю, которые говорят, я по воскресеньям в церковь, вот я пришёл, аллилуйя. Понимаешь, и на его лице такое довольство, что, как будто вот надо медаль повешать, ты молодец. Ты пришёл в воскресенье в церковь. Дорогие, привилегия для нас быть здесь. Для нас. Для нас привилегия поклоняться Ему. Для нас. Для нас привилегия молиться и быть услышанными. Для нас это. И я убеждён, что Иисус, прежде чем мы сюда пришли, слышите, Он уже был здесь. И Он готовился к тому, что придёте вы. Иисус, не молчащий Бог, Он хочет говорить в нашей жизни, в вашей жизни. Слышите, в каждой из ваших сердец способны ли мы понимать этот дар и понимать, кто говорит к нам. Мы иногда так же отжидаем от людей, мы приходим и говорим, ну всё, пастор, давай, проповедуй. Надеюсь, ты подготовился, хорошо. Мы ожидаем от тебя слова. Но вы знаете, у человека, если ты ожидаешь от человека, ты получишь от человека. Мы можем получить уйму знаний, но знания, как песок, на них нельзя строить, потому что размоет. Я говорю о Реме, об откровении, когда Иисус говорит лично в твою жизнь, лично в твою жизнь. Но для этого мы должны приходить с ожиданием, понимать, куда мы идём, понимать этот дар Божий, быть в доме Божьем и понимать, что Иисус, ты сегодня будешь говорить в мою жизнь, вот я, я открыт, я жажду, я жду, наполни. Я не знаю, как у вас, но для меня, я понимаю, что мне надо меняться. Я очень сильно хочу, чтобы когда мы вот первую церковь, первоапостольскую церковь, берём и к ней прикладываем нас, чтобы мы увидели, да, это одно, это одно. Ну, как я уже говорил, пастор Эдуард Анатольевич проповедовал, и вы знаете, по факту, это что же за посвящение это такое было у них, я вот, честно, я смотрю, насколько надо быть посвященными людьми, они продавали всё. Я сейчас не призываю продавать всё, но они были такие. Они продавали всё и приносили к ногам апостолов, в церковь, в служение. И Писание говорит, что они были вместе каждый день, ежедневно пребывали в молитве, в поклонении, пребывали в слове каждый день. Не воскресенье два часа. Для нас, понимаете, мы вот всё, что касается нас, оно больше, чем всё, что касается Бога. Хотя Бог это первостепенное. А всё, что касается нас, это уже второстепенное. Это важное, да, но не главное. Когда ты приходишь домой, ты говоришь, я устал. Или ты приходишь и говоришь, мне надо провести время с семьёй. Я тебе хочу сказать, лучшее время, чтобы провести время с семьёй, это церковь. Ты скажешь, как мы дома сядем, включим телек, посмотрим, там кино посмотрим. Лучшее время, которое ты можешь провести с семьёй, это церковь, это церковь. Меня никто не переубедит в обратном. Первая церковь жила так. Они жили так. Они каждый день пребывали вместе. Каждый день. Пребывали в молитве, в поклонении и в поиске. Искали этого откровения. Послушайте, поэтому и успех у них был такой. Поэтому это была другая церковь как будто бы, да? Ну, реально. Вы знаете, что туда, если приносили больного, то он уходил исцелённым. Сто процентов. Сто процентов. Одержимые получали свободу. Сто процентов. У этих людей была власть и сила. Они были обличены славой Божьей. Пётр проходил и просто тень падала. Не потому, что Пётр такой, а потому, что он погружённый в Бога человек. Человек, знающий дар Божий и понимающий, кто говорит в его жизни. В какой-то момент я понял, что и для меня это так. Я ещё раз говорю, я говорю вот о своей жизни, что многие вещи стали второстепенными. При всём при том, что я хочу вам сказать, что я постоянно в служении. Мы постоянно в поездках. Постоянно. Постоянно. А в какой момент ты понимаешь, что даже служение может стать первостепенным для тебя. то это так не должно быть. То, что ты делаешь здесь или то, как ты это делаешь, это большая разница. Огромная разница. Если вы откроете вместе со мной Псалом пятидесятый. Псалом пятидесятый с восемнадцатого стиха. Интересные вещи пишет Давид. Он говорит, ибо я жертвы, а ибо жертвы ты не желаешь. я дал бы ее. Все сожжению не благоволишь. И дальше он пишет просто по той причине, что жертва Богу это абсолютно сокрушенный дух. И сердце сокрушенного испеленного ты не презришь Божию. Драгоценные. Мы можем делать какие-то даже дела. Ты говоришь, я служу в церкви, я прихожу в церковь, но даже при этом мы должны понимать состояние нашей внутренности. Я сейчас говорю про наше сердце, потому что Писание говорит, больше всего хранимого, что храни сердце твое, из него источники жизни. Как важно понимать, что все наши действия здесь, сама песня, сам инструмент, понимаете, вот этот вот микрофон, все это вообще ни о чем. Это все второстепенное. Богу вот, сердце нужно. Бог никуда не смотрит больше. Я, знаете, в чем убежден, что как бы я не выходил, как бы красиво не спел, Бога я впечатлить не могу. И Бога не впечатляет красивый голос, некрасивый голос. Бог смотрит на сердце и его впечатляет наше сердце, когда оно сокрушенное и смиренное пред Ним. Если бы мы знали дар Божий, и понимали, что Бог говорит к нам, кто говорит к нам, на каждом служении, на каждом, среди недели, вы знаете, когда церковь начиналась, я говорю вот по факту, возможно, у вас то же самое было. У нас вообще никакой разницы не было между служениями по количеству людей. Не было разницы. У нас в каждом служении, молитвенное служение, полная церковь. В среду служение, полная церковь. Воскресенье, полная церковь. почему? Может, просто в сердцах что-то было по-другому? у нас столько много сегодня своего, дорогие мои, столько много, столько много, и поверьте мне, я не против своего чего-то, я сейчас не об этом говорю, но мы столько много уделяем времени на свое, что у нас так мало остается времени на Божьем. Мы молимся полчаса, час в день, два часа воскресенья мы, халилуя, и мы радуемся выполненному долгу, но Бог претендует на 24 часа в сутки, претендует, слышите? Реально. Если мы говорим, что Иисус, Ты мой Господь, то Господь, Он всегда где бы ты ни был, где бы ты ни находился, поэтому мне нравится, когда в 90-м псалме мы читаем живущий под кровом Всевышнего. Слава Богу, что там не написано заходящий под кров Всевышнего, периодически входящий под кров Всевышнего. Там написано живущий под кровом Всевышнего. Он под сенью всемогущего покоится и все, что остальное мы читаем в этом псалме, то, что нам так сильно нравится и то, что нас касается сильно, оно описано о тех, кто живет под кровом Всевышнего, про людей, которые знают дар, которые знают дар и знают, кто говорит в их жизни. Знаете, я размышляю долго об этих вещах, то, что происходит сейчас, пандемия, вот эти вот все вещи. Не знаю, как у вас, но это вот, это я про себя говорю, я про себя еще раз говорю. В моем сердце есть понимание, что это для нас. Для нас, ради нас все пришло, чтобы нам что-то поменять, чтобы нам понять вообще, кто мы такие есть. Кто мы, люди, христиане, кто это такие? Я верю, что сегодня время что-то меняет в своей жизни. Я верю, что сегодня время обновлять крылья, как орлы. Я верю, что сегодня время обновлять даже откровения свои. Слышите? Мы когда-то получили откровение. Когда-то мы поняли «Исус, Господь!» И мы получили это откровение. И когда это откровение пришло в нашу жизнь, наша жизнь изменилась, и она изменилась кардинально. и наше хождение перед Ним, оно изменилось кардинально мы бежали в церковь вы знаете, что мне было все равно кто там проповедует кто там чего будет говорить, будут говорить я бежал в церковь я бежал в Дом Божий бежал в Дом Божий каждый день потому что для меня было важно это потому что для меня это была такая ценность быть в Доме Божьем Аллилуйя знаете, если мы хотим видеть ту славу Божью которую видела Первая Апостольская Церковь а они видели очень много если мы читаем и понимаем, что там все было серьезно, весьма весьма мертвые воскресали, больные исцелялись бесноватые освобождались это была очень сильная церковь и если мы хотим, чтобы в нашей жизни знаете, я хочу однажды мы приехали в Алма-Ату и общались с ребятами я просто вам говорю из свидетельства своего мы приехали и общались с ребятами с которыми мы вместе пришли в церковь когда-то вместе росли и они служат в прославлении и по сей день служат в прославлении и я с ними делился своим сердцем я рассказывал, говорю, слушайте вот такая жажда видеть то, что я читаю в Писании такая жажда в моем сердце я хочу видеть вот эту славу Божью я верю, что Иисус не изменился что-то с нами поменялось мы поменялись я верю, что Иисус также хочет исцелять давать свободу сегодня невыборочно и вы знаете, что я услышал они мне сказали такую вещь от которой я, честно говоря вот прям я содрогнулся от нее они сказали это нужно было первой церкви у них время такое было сейчас нам это не надо мы же видим каждый день чудеса в своей жизни мы проснулись, аллилуйя птички поют и вы знаете я вдруг понял, что я говорю, это вам не надо а мне надо, как это так но вам, может быть, это не нужно мне это нужно если я вижу Иисуса таким к которому бежит больной и говорит, ты хочешь меня исцелить? он говорит, хочу я верю в такого Иисуса давайте мы прочитаем еще 83-й псалом у нас еще есть немного времени вот знаете, для меня вот этот псалом, он характеризует то, как должны мы мыслить то, как должны мы жить ну реально вот как мы должны жить и какое должно быть у нас сердце сегодня не получилось у нас поговорить немножко извините, дорогие мои когда-нибудь в следующий раз мы обязательно у меня так коснулось это слово так коснулось если бы мы дали понимали Божий дар Господи и знали, кто говорит к нам мы бы каждый день были здесь мы бы бежали на служение мы бы бежали на служение у нас новое время мы вот в телефонах мы там в компьютерах мы на телевизоре выбираем себе кто бы нам сегодня попроповедовал и так часто мы выбираем себе людей которые будут нам гладить наши ушки мы же не будем выбирать себе людей которые которые будут просто как вот меч обою до остру будет входить в наше сердце и убирать все давайте мы прочитаем как вожделены жилища Твоих Господи сил вот хочется так любить дорогие ну правда хочется любить так я хочу чтобы мое сердце оно вожделело к Дому Божьему вожделело в Его присутствии чтобы я просто не так приходил знаете ооо проснулся ну давайте настроимся ну давайте ну что мы что сегодня какие песни поем ой а мне эта песня не нравится мне все равно я хочу прибегать к Небу и говорить Иисус я ожидаю Твоей славы Твоей силы Твоего присутствия я так хочу чтобы мое сердце имело вот это вот вожделение внутри как вожделенность жилища Твоих Господи сил и стомилась душа моя жила я во дворы Господи я хочу чтобы мое сердце было пропитано этим вот этим я хочу чтобы было мое сердце пропитано не второстепенно не второстепенно у нас столько много второстепенного если вы начнете перед собой честно себе говорить то вы скажете себе да и аминь брат столько много второстепенного которое стало главным для нас и стомилась душа моя жила я во дворы Господни сердце мое плоть моя восторгается к Богу живому ух мне здесь нравится что сердце мое и плоть моя мы многие говорим плоть пошла вон нет плоть моя восторгается к Богу живому аллилуйя и птица находит себе жилье и ласточка гнезо себе где положить птенцов у алтарей твоих Господи сил царь мой Бог мой и здесь тоже говорится такие же слова благословенные живущие в доме твоем не заходящие дорогие мои я сейчас не говорю о том что мы должны жить в церкви мы храм Духа Святого но когда ты знаешь что есть служение я сейчас просто не побуждаю вас ходить на на четверговские служения я сейчас не об этом даже говорю но когда ты знаешь что есть служение и здесь будет слово Божье и здесь будет поклонение и если тебя это не манит не знаю нам наверное нужно задуматься вообще кто мы такие есть родные мои благословенные живущие в доме твоем они непрестанно и это слово мне тоже нравится непрестанно 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 будут восхвалять тебя благословен человек которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе здесь вообще говорится что Иисус в полном фокусе Иисус в фокусе Иисус в фокусе всей нашей жизни Иисус в фокусе как часто мы перемещаем этот фокус а сегодня особенно когда мы много 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 всего нам говорят много всего нас пугает много чем и фокус он знаете так разъезжается но Иисус в фокусе должен быть Он центр всего во главе всего Иисус во главе угла они непрестанно будут восхвалять тебя благословен человек которого сила в тебе у которого сердце стези направлены к тебе и вы знаете здесь про таких людей что пишется это про таких людей пишется про них слышите проходя долину плача они открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословение вот люди в чем сердце есть вот это вожделение к Дову Божьему которые понимают Божий дар и кто говорит в их жизнь они знают что Иисус я бегу к тебе я бегу на свидание к тебе многие ли из вас влюблялись когда-нибудь я знаю что это такое когда ты влюблен ты бежишь ты ни о чем думать больше не можешь они открывают в ней источники там в долине плача вы знаете как много людей погибает в этой долине плача мы все проходим эти долины плача у всех они нас будут и были но послушайте дорогие мои когда ты восхищен Господом когда ты безумно влюблен в Бога когда Он в фокусе для тебя долина плача открывает там источники для тебя Бог и покрывает благословением там казалось бы где не может их быть приходят от силы в силу являются перед Богом на Сионе Господи Божий сил услышь молитву мою внемли Божий Иаков Божий защитник наш приникни и призри на лицо помазанника твоего и здесь такие слова я не знаю меня так сильно это касается ибо один день во дворах твоих лучше тысяч один день послушайте знаете что минута в Божьем присутствии лучше часов вне его ибо один день во дворах твоих лучше тысяч и желая лучше быть у порога в доме Божьем это как надо любить скажите мы говорим мы дома побудем сегодня же не важно у меня дела я больше чем уверен что у каждого из вас кто сегодня сидит здесь тоже дела но вы здесь у меня дела у меня то 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 у меня проблемы а если у тебя проблемы тем более беги в церковь это лучшее место это лучшее место дорогие желая желая быть у порога нежели жить в шатрах нечестий как мыслят эти люди они говорят господи можно я вот здесь вот тут просто на порожке посижу пожалуйста господь я здесь только только бы ни в шатрах нечестия я здесь на пороге здесь тут даже не в храме в самом не тем более уже какой там святой святых нет такой возможности просто вот здесь на пороге у дверей сегодня когда нам дана такая величайшая милость от Бога это Божий дар быть в доме Божьем здесь в служении в собрании что же происходит с нами я сегодня говорю о ценностях не знаю как вам мне кажется что многие ценности поменялись много суеты пришло чем больше у нас есть тем больше мы суетимся машина есть это надо заправлять это надо то делать помыть надо вот это вот это другое делать квартира ее же надо убирать это надо вот это вот это вот это вот это все делать то ли дело у первой церкви ничего же не было у них что я я не знаю способен ли я донести то что вот о чем просто орет мое сердце сейчас просто кричит на взрыв я не знаю в этом то есть суть вся что сегодня мы можем получить знания вы можете получить некую информацию уйдя просто забыв про не так хочется чтобы бог сегодня проговорил вашу жизнь и тех людей которые смотрят нас там нам нужно обновить свое сердце знаете нам нужно обновить свое посвящение нам нужно обновить свое откровение она как-то замылилась у нас даже когда мы сталкиваемся с проблемой мы как поступаем обычно 99 процентов мы своей силой потом не получилось и уже когда 1 процент остался мы куда бежим к иисусу господи вот я не вышло ничего помоги ибо господь есть господь бог есть солнце щит господь дает благодать и славу ходящий в непорочности он не лишает благ и это тоже важно ходящих в непорочности он не лишает благ бог не против благ но что главенствует в нашей жизни иногда эти блага наша они перевешивают все благословен человек уповающий на тебя знаете я уверен что пробуждение оно начинается с нас с вами иисусу не надо просыпаться мы иногда так молимся чтобы иисус проснулся но иисусу не надо просыпаться это нам надо проснуться нам надо понять кто мы такие есть и когда мы проснемся придет пробуждение дорогие потому что пробуждение мы должны понять что у пора уже что-то менять пора обновлять писание говорит крылья как орлы чтобы взлететь с новой силы в славе божьей в божьей милости в божьей любви в божьем величии я верю что если мы сегодня придя домой помолимся об этом поразмышляем об этом если бы мы знали божий дар и кто говорит к нам мы бы просто бежали за этой водой жизни потому что только эта вода жизни дает нам способность чтобы в нашей жизни текли реки воды живой в жизнь вечную и никак по другому давайте встанем драгоценные может быть на этом месте есть люди которые вы пришли первый раз вы первый раз церкви может быть вас кто-то привел пригласил если здесь есть такие поднимите руку пожалуйста нет может быть вы сегодня смотрите этот эфир может смотрите его в записи я хочу чтобы мы помолились вместе с вами вы знаете Иисус любит вас Иисус ждет Иисус предлагает этот божий дар для каждого и он очень сильно хочет говорить вашу жизнь изменять вашу жизнь изменять ситуацию исцелять давать свободу давайте мы помолимся отец небесный мы молимся тебе во имя Иисуса Христа мы верим в твою жертву то что ты принес на кресте мы верим в то что твоя кровь способна омыть всякий грех и всякую неправду Иисус обели очисти освети измени я признаю что ты и только ты мой Господь Аллилуйя Отец небесный мы благодарим тебя Господь за это время Боже вот мы вот наши сердца Господи вот я вот я я пред тобой Иисус ты видишь мое сердце пожалуйста я прошу тебя изменяй формируй меня Господь обновляй меня Господь обновляй обновляй эту первую любовь обновляй это откровение о том кто есть ты и какой твой дар Божий дар для нашей жизни чтобы я всегда понимал кто говорит в мою жизнь не важно кто на сцене чтобы я всегда знал что это ты стоишь и говоришь в мое сердце Иисус мы так сильно нуждаемся в тебе ты видишь это Господь вообще ты это на самом деле все что по-настоящему он так сильно нужно нам больше всего на свете мы нуждаемся в тебе в твоей милости и в твоей благодати мы превозносим тебе благодарим тебя для нас такая великая честь и привилегия быть в доме твоем стоять пред твоим лицом молиться искать твоего лица наслаждаться тобой превозносим тебя и благодарим тебя отец будь Алелуя Алелуя Аминь 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 Продолжение следует...